МИГ-21 возвышается на аэродроме Чкаловский в память о всех авиаторах, сделавших небо своей второй родиной. Именно на этом истребителе летчик-испытатель первого класса Марина Попович когда-то первой среди советских летчиц преодолела звуковой барьер, за что получила звучное прозвище «Мадам МИГ». И оно отлично характеризовало Марину Лавретьевну на протяжении всей ее жизни. Быстро и решительно она бралась за дело и добивалась успеха во всем – от авиации до поэзии. В ноябре прошлого года легендарная летчик-испытатель ушла из жизни. Увековечить ее память и наследие было решено на родном для летчицы Чкаловском аэродроме. Теперь рядом со знаменитым истребителем установлен оригинальный монумент – буквально книга памяти. Пройдут года, десятки лет, но подвиги не умирают. Они как гордый чистый свет сквозь даль времен всегда сияют. Строки на мемориале принадлежат самой Марине Попович. Они посвящены всем, для кого большая, возможно, самая важная часть их жизни протекала в небе. Это дополнение к композиции, ушедшим из жизни летчиков, авиаторам. И основная идея – это не то, чтобы сохранить о ней память, а то, чтобы на ее памяти развивать дальнейшее патриотическое воспитание не только молодого поколения. Воспитание патриотическое нужно всем поколениям. Мы очень хотели увековечить и память и Марине Лаврентьевне, мамы, и всех тех летчиков, которые, к сожалению, уже ушли из этой жизни. Немало отважных летчиц защищали нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Желание бороться за будущее своей страны вдохновили и Марину Попович на мечты о небе. Однако, начавшийся после войны век реактивной авиации был не так дружелюбно настроен к девушкам. Для поступления в авиационное училище Марине Лаврентьевне пришлось преодолеть немало препятствий, среди которых, казалось бы, фатальные, пол, слишком юный возраст и небольшой рост. Однако, все ее ожидания оправдались и даже более того, за свою карьеру мадам МИК поставила более ста мировых рекордов, испытав порядка сорока самолетов и вертолетов. Это есть тот начальный рубеж, который нам дает вспомнить о себе, о том, кто есть такие испытатели, для чего они предназначены и что Родина во своей опоре на них опирается, даже тогда, когда им очень тяжело. Таких, как она, единицы, она прожила яркую, насыщенную жизнь. Свой миг между прошлым и будущим она вела на полной скорости. Немертнущая звезда в нашей памяти – женщина-легенда. Работая над этим памятным знаком, естественно, вникая в материал, который был предоставлен родственниками, командованием, посвященной Марине Лаврентьевне, я пришел к выводу, что вот насколько все-таки Марина Лаврентьевна была разносторонне одаренный человек. За открытием монумента наблюдало и подрастающее поколение – участники отрядов юнармии. Авторы мемориала надеются, что именно им эта память о героях-авиаторах даст возможность верить в будущее и мечтать о большем. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».